Нина Колин работает на заводе почти 20 лет. Времена помнит всякие. Нынешний сезон выдался неплохой, говорит Нина Васильевна. Главное есть работа, значит будет и достойная зарплата. В этом году у нас был хороший урожай кукурузы, хороший урожай горошка и яблоки неплохие. И в общем в этом году мы довольны. Переработка яблок началась в конце августа. Уже поступило около 3,5 тысяч тонн фруктов. Сырье привозят со всех уголков Приднестровья, но этого недостаточно для полной загрузки производственных мощностей, говорят специалисты завода. Поэтому сейчас налажена поставка яблок из Молдовы. Идет массовое поступление яблок. Мы начали работать с три смены. В каждой смене работает по 10 человек. Рабочие все с большим опытом работы, имеют более 10 лет работы на заводе. Мы работаем непрерывно. Специалисты предприятия строго следят за качеством выпускаемой продукции. Поэтому и сырье принимают только при наличии соответствующих сертификатов качества. В этом году благодаря хорошим погодным условиям яблоко набрало достаточно полезных веществ. Для того, чтобы консервы наши соответствовали требованиям и потребителя, и стандартам. Все сырье проверяется на соответствие стандарта на сырье. Для того, чтобы потом мы не имели никаких проблем с готовой продукцией. В основном производится концентрированный яблочный сок. Параллельно выпускается осветленный сок прямого отжима и яблочное повидло. В этом году, в отличие от прошлого, большая часть яблок перерабатывается на довальческой основе. 90% из того, что мы вырабатываем, мы оказываем услуги по переработке другим компаниям. Поскольку у нас есть определенные проблемы с оборотными средствами. Что касается выработки осветленного сока, это наш продукт полностью принадлежит заводу. Вот этот эксклюзивный осветленный яблочный сок как раз и можно будет купить на прилавках преднестровских магазинов. Ирина Полесика, Верик Ашпак и Юрий Занечковский. Первый преднестровский.